очередная посылка из китая и это у нас универсальные пульты да и именно это универсальные пульты они самообучающиеся посылка шла долго 49 дней с момента заказа продавец какой-то там пофигист я так понял пять дней меня отправлял уже заканчивался срок отправки ему написал ты отправлять насобираюсь он да босс отправил же но на отделение посылка попала только через пять дней то есть 10 дней мне этот козлина не отсылал ну давайте же откроем и посмотрим на сами пульты вот рамбовал конечно конкретно один вот на второй два вот таких пультик один бабульки тут и подходит к любому телевизору и там всяким тюнерам тв присталкам и всему остальному называется тв 139 это универсальный пульт это настоящий универсальный пульт это самообучающий это вот самообучающий это вот универсальный то есть если вы поломали пульт через этот пульт вы можете подключиться рабочий но это тоже работа отлично ну и осталось их затестить и перед тем как приступить к тестированию давайте я вам расскажу как их настраивать значит для настройки существует несколько способов начнем с самого простого это введение кода то есть есть таблица кодов к телевизорам вы в этой таблице находите свой телевизор находите код который подходит к вашему телевизору код это номер программы которая суда вот зашита в нем набираете этот код и пульт начинает работать с вашим телевизором и что для этого надо сделать а для этого нажимаем кнопочку set светодиод должен загореться ярко он сначала горит тускло потом загорается ярко вот не знаю видно будет на камеру или нет но модели нажимаем тускло и засветился ярко вот когда засветился ярко набираем этот код который вы вот нашли для своего телевизора в этой таблице на цифровой клавиатуре 483 светодиод потух все пультом можно пользоваться он будет у вас работать как родной который шел с телевизором но бывают такие случаи что вы не находите например свой телевизор в этой таблице например у меня старенький сатурн и на сатурн в этой таблице кодов нет ну или какой-нибудь у вас другой телевизор на которого вы коды не находите что делать в этом случае в этом случае можно использовать второй способ программирования этого пульта это ручной подбор то есть как говорится метод научная тыка для этого что нам надо сделать зажать set загорелся ярко и набираем 3 0 1 2 3 что мы с вами сделали а мы сейчас с вами поставили самую первую программу на пульту включаем телевизор на всякий случай проверяем жмем на клавиши плюс минус заработал у нас пульт или нет а вдруг у вас на первой программе ваш телевизор работает мало ли всякое бывает если не заработал то нажимаем опять клавишу set загорелась ярко направляем на телевизор и жмем кнопочку плюс у нас мигает светодиод это значит что перебирается программы и смотрим на телевизор должна появиться полосочка громкости но в основном 90 процентов появляется полосочка громкости но не обязательно может что-нибудь еще с менюшки там другое выскочить поэтому внимательно смотрим на реакцию телевизора должен как-то среагировать телевизор ну и продолжаем жмать кнопочку плюс до опупения почему до опупения потому что здесь тысячу программ но возможно вам повезет и ваша программа будет какая-нибудь там сотая или двухсотая то есть этот процесс очень долгий и нудный да кстати клавиша минус это назад мы отматываем программу то есть плюс это мы плюсуем программу минус это мы минусуем программу когда вы нашли программу которая вам нужна а может быть такой прикол что на несколько программ у вас телевизор работает на каких-то будет корректно работать на каких-то будет криво работать то есть там вот половина клавиш не работает половина работает а может быть такое что на нескольких программах он нормально вас работает то есть и клавиши работают корректно так по умолчанию у меня она потухла Давайте я заново сейчас зажгу и сымитируем, что мы вот нашли, например, нажимаем плюсик, 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 вот мы нашли. Когда нашли программу, можете подождать, она потухнет через время и запомнит вашу программу, а чтобы не жать, можно нажать Set и все, ваша программа запомнена. Ну и чтобы не перебирать вручную тысячу программ до купения, существует третий вариант настройки пульта, это автоматический. Это мы выставляем точно так на нули, зажимаем Set, выставляем первую программу, три нуля, опять зажимаем Set, загорелось и нажимаем кнопочку Power. Естественно, пульт направляем на телевизор и ждем реакции телевизора. Пульт автоматом сейчас перебирает все свои программы и когда вы увидите реакцию телевизора, то есть появится полосочка громкости или еще какая-то менюшка выскакивает, сразу надо нажать на клавишу Mood, желательно держать в руке, чтобы сразу нажать на клавишу Mood, когда появилась полосочка жмете клавишу Mood и он сейчас запоминает эту программу. Но может быть такое, что вы не успели нажать клавишу Mood, он пролистал, а вы клавишу Mood нажали, остановили его, но программа не та, он не реагирует на какие-кнопки. Что делать, заново все запускать? А нет, не обязательно. Нажимаем опять клавишу Set, загорелось и отлистываем назад клавишей минус, сколько там он программ успел пролистать до того, как вы нажали Mood и не попали на нужную программу, чтобы появилась у нас полосочка громкости. Минус, минус, оп, появилась полосочка громкости, Set, запомнили, все. В принципе здесь ничего такого страшного нет, если вы не успеете нажать Mood именно на той программе, которая нужна. Ну и осталась самая интересная функция этого пульта, узнать какую программу автоматически подобрал ваш пульт. Вы же естественно не будете сидеть и считать сколько он там уже программ перебрал, к тому же можно еще и сбиться со счета. Поэтому есть такая вот классная функция в этом пульта, можно узнать какой код он автоматически подобрал. Значит как это делается? Нажимается клавиша Set, затем нажимается клавиша 1 и затем одновременно вместе они отпускаются. Set и 1 вместе отпускаем. Если у нас ни разу не моргнул диод, значит первая цифра нашего кода это 0. Проверяем вторую цифру, зажимаем клавишу Set, зажимаем клавишу 2 и одновременно отпускаем. И считаем сколько раз загорелся диод. 1, 2. Значит вторая цифра у нас нашего кода это 2. Значит 0, 2 и проверяем третью, зажимаем Set, зажимаем 3, отпускаем 1, 2, 3, 3. И мы узнали с вами код программы, который сейчас находится на пульте. Это 0, 2, 3. Так что в следующий раз не придется вам заново все ждать, пока он это все автоматом найдет. В ручном режиме можно набрать этот код и сразу будет у вас пульт работать. Ну например если он у вас там собьется или вы там набрали его на другой телевизор, а теперь хотите опять на старый, чтобы у вас был этот код записан и вы не ждали автоматом когда он его найдет. По настройке в принципе у нас все, ссылка на таблицу с кодами будет в описании, кому что не ясно по настройке спрашивайте в комментариях. Я же перехожу к тестам. И сейчас должно было быть красивое видео, где я просто легко настраивал этот вот пульт на эту вот T2 приставку. Но нет, ни хрена, как говорит Бригман, получился у меня обломчик. Ни хрена этот пульт не настроился на вот эту ТВ приставку Tronholt HDTV. Несколько раз я автоматом прогонял программы, так я и не нашел нужную программу. Возможно я провтыкивал тот момент, что я вручную не клацал. Возможно я провтыкивал момент, когда высвечивалась там полосочка громкости или еще что-нибудь. Но несколько раз я пробовал, ни фига у меня не получилось. В инете кода стоп ручную вбить тоже на эту приставку я не нашел. У бабульки, кстати второй пульт уже у бабульки. Она ушатала на свою T2 приставку пульт еще на первой неделе его использования. На эту T2 приставку, которую у бабульки у меня есть в виде обзор. Она там поддерживает Wi-Fi модуль, может показывать YouTube, там погоду, фильмы, музыку. То есть с интернетом она работает, кому интересно, вот сейчас ссылка вверху всплывет, можете перейти и посмотреть. Так вот, на эту приставку покупался второй пульт и на эту приставку программы нашлись. И там программ я нашел полтора десятка, но они все работают криво. То есть корректно работающую программу я так и не нашел. Что такое значит криво? Крыво это например на мут нажимаете, там менюшка выскакивает, там на плюс нажимаете, каналы переключаются, там или не работают например эти клавиши, не работают эти. Ну, одним словом, корректно не работает. Я и там нашел более-менее одну программу, которая каналы по кругу гоняет, но с помощью этого пульта приставку полноценно не настроишь. Насчет же этого пульта, значит к телевизорам, да, подходит и к Сатурну к моему, хотя и в таблице кодов еще раз повторюсь, нет кода для Сатурна, но подходит к Сатурну. К тому же там несколько программ есть. И к бабулькиному панасонику я пробовал, тоже подходит все. То есть как бы с телевизором проблем нет, с ТВ2 под вопросом. В инете пару чуваков, я видел инфу, что они рассказывают, что без проблем подходит к ТВ2 приставкам. В принципе, почему я его и заказал, что надо было бабульке на ТВ2 приставку. Но оказывается нет ни хрена. Я потом еще начал инфу искать и нашел такую инфу, что да, к приставкам подходит криво. Там несколько чуваков рассказывают, что к телевизору без проблем, а вот к приставке той же фирмы приставка, что и телевизор. Но нет ни хрена, криво работает. Так что к телевизорам, да, пульт подходит. К приставкам, нет, к подставкам не советую его брать. Кому же даже нашел такую инфу, что и не ко всем телевизорам. Есть там такие телевизоры китайские, Косису Косена от дедушки Ляо, которым даже полноценно не подходит этот пульт. Там криво подходит, но полноценно не подходит. Так что на такую конкретную китайскую дичь может даже и этот пульт не подойти нормально. В принципе же, как бы все его хвалят и к телевизорам 99 из 100 случаев подходит. Так что если вам нужен пульт для телевизора, если вы свой сломали, потеряли, побили или у вас его украли, то смело заказывайте себе такой вот пульт. Пульт не дорогой. В принципе даже если у вас 1% попадется из стаи и у вас криво будет работать пульт телевизорам, все равно он как-то будет работать. В отличие от того, что вообще пульта нет к телевизору. Так что все равно это будет нормальный вариант. На этом в принципе как бы все. Кому нужен такой вот универсальный пульт, универсальный, не самообучающий, а именно универсальный пульт, переходите по ссылке, заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео.